Всем привет! Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi Note 6 Pro и Apple iPhone 6s. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, также сравнить их стоимостью наличия. Давайте перейдем теперь к сравнению внешнего вида. Начнем мы с Xiaomi Redmi 6 Pro. Корпус металл плюс пластик, циальный корпус, основная часть металлическая окантовка пластиковая, сзади двойная камера и сканер отпечатка пальцев. На передней части дисплей диагональю 6,26 дюйма, двойная фронтальная камера, разговор динамиков и датчики. Датчики слева слот, справа кнопки включения и кнопки громкости, сверху джек для наушников, снизу порт microUSB. iPhone 6s, цельный металлический корпус, сзади камера на передней части, дисплей диагональю 4,7 дюйма, разговорный динамик, фронтальная камера, снизу кнопка для управления, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. На левой грани кнопки громкости и ползунок для перехода в беззвучный режим, тут кнопка включения и слот для одной nanoSIM карточки. Тут комбинированный слот для двух nanoSIM или nanoSIM, microSD карточки для расширения памяти у Xiaomi. Тут порт lighting, динамик, микрофон и джек для наушников. По габаритам, конечно, огромная разница. Большая разница в дисплеях устройств. Включим смартфон и сделаем это одновременно, посмотрим, кто загрузится быстрее. Отклик чуть раньше на iPhone 6s. Кнопки зажал одновременно, просто откликается на нажатие раньше iPhone 6s. Теперь смотрим, кто загрузит систему быстрее. iPhone загрузился. Операционная система OS 12.1.4. Дисплей здесь перетина. 1334 на 750 точек, это IPS-дисплей. У Xiaomi тоже IPS-дисплей, но разрешение этого дисплея намного больше. 2280 на 1080 точек. Переходим в синетрический тест Geekbench 4. iOS 12.1.4 против Android 8.1.0. Snapdragon 636, 8-ядерный 4x4, который будет на тактах 1.8 и 1.6 ГГц. Оперативки 2 гигабайта против 4 гигабайта. Это видеоускритель Adreno 509. Смотрим на результаты тестов. Видим, 1-ядерный тест выигрывает iPhone, но мультиядерный проигрывает немного. Закрываем. Теперь еще смотрим Antutu Benchmark. 150 тысяч против 116 тысяч. Тут мощнее в Antutu Benchmark считается iPhone 6s. Хорошо, закрываем и переходим к следующему тесту. Сравнение скорости в интернете. Откроем сайт Me.com. Посмотрим, кто быстрее грузит этот сайт. Me.com. Открываем одновременно. Вот и переходим по этой ссылке. Примерно одновременно загружает устройство. Разница особо и не заметил. Теперь переходим по этой ссылке. В этот раз был к съеме быстрее. И по этой. Примерно одновременно. Хорошо. Теперь посмотрим на примере сайта Samsung.com. Открываем сайт Samsung. Примерно одновременно загрузили сайт. Придем по этой ссылке. iPhone быстрее. Тут быстрее к съеме. В общем, видим, что особой разницы в скорости загрузки страничек в интернете между устройствами нет. Плюс-минус они работают одинаково. Это тот, кто устройств на секунду загрузит страничку быстрее. Идем дальше. Теперь тест тяжелой игрушки. Откроем одновременно PUBG Mobile. Посмотрим, кто прогрузит эту игру быстрее. И потом посмотрим на геймплей. Как работает игра на устройствах. iPhone справляется с прогрузкой быстрее. Вот уже загружается меню. Тут только стартует PUBG Mobile. Только сейчас пошел этот процесс. На iPhone мы уже можем начать игру. А все мы еще ожидаем. Графика на iPhone HD. То есть это средняя графика. Высокая и максимальная. Не ставится, не поддерживается. И высокая частота кадров. Вот это вот снизу. Это фрейм. То есть частота кадров, она тут высокая. Есть еще Ultra. Но на iPhone не поддерживается на 6s. Смотрим тут. Графика. Видим, как отличается. Тут даже средняя не поддерживается. Идет низкая, но не самая минимальная. И средний фрейм. Высокий не поддерживается. По графике лучше на iPhone. Запускаем одновременно игру. Смотрим, кто загрузит быстрее. На лобби игры. Но похоже не получилось запустить одновременно. Чтобы попасться в одной игре. Может сейчас повезет. Попадемся в одной игре. Нет, не получилось попасться в одной игре. Но у нас тут. Примерно одинаковая погода, да. Одинаковая. И увидите уже игровой процесс. Так, загрузилась игра на наших устройствах. Смотрим. Давайте для начала на iPhone 6s. Получше игра должна работать. И потом посмотрим на контрасте. Да, абсолютно отлично справляется с этим уровнем графики. То есть средняя графика и высокий фрейм. Высокая частота кадров не тормозит. Все работает отлично на этом уровне. То есть он с ним справляется в 6s. Тут уровень пониже. Мы видели. То есть на один пониже. И по фрейму, и по графике. И так оно и есть. Менее плавно все работает. Графика чуть похуже. Но тоже Xiaomi справляется с PUBG Mobile нормально. То есть с этим уровнем он справляется. Можно играть без проблем. На этом уровне не тормозит. Не вылетает. Не лагает. В общем, такая вот разница в наших играх. На iPhone в целом, в среднем, они будут работать лучше на 6s. Или на более высокой графике. Или с лучшей плавностью. Теперь поговорим о камере. Камера основная у iPhone 12+. Основная одна камера 12 Мп. Фронтальная камера 5 Мп. У Xiaomi фронтальная 20 плюс 2 Мп. Основная 12 плюс 5. И теперь я покажу вам прямые снимки. На основные камеры этих устройств в сравнении. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Bell. Комментируйте. Ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok